Приветствую вас. Я постараюсь ответить вам на вопрос с профессией именно больше психологии, да, нежели чем какой-то другой сферы, потому что это более близкая мне тема. Значит, смотрите, как может быть человек, устраиваясь на работу, может делать это для того, чтобы реализовать, например, себя, да, реализовать свои какие-то цели, свои какие-то задачи, да, то есть, ну, в общем, как-то развиваться, да, он это может сделать для развития. Но может быть, может быть, к сожалению, ситуация и совершенно обратно. Когда человек, например, устраивается на работу, на какую-то должность именно для того, чтобы доказать себе, что он, допустим, ничтожество, что он, допустим, не способен ничего и ни к чему. Вот. Человек может устраиваться на работу для того, чтобы другим показать, что он ничего не может и ничего не достоин, например. А после этого вот. Ну, это актуально, допустим, для тех людей, которые имеют внутренний, как внутренний конфликт с родителями, да, допустим, своими. Вот. То есть, некая такая цель – обесценить себя. Показать всем, допустим, всем, что я ничего не могу, что я ни на что не способен. Вот. Это может быть диаметрально противоположная цель. Вот. Конечно, могут быть и еще ситуации. Например, человек устраивается на работу для того, чтобы доказать своему начальнику или кому-то еще, что он может, что он, ну, что он добился чего-то и так далее. То есть, грубо говоря, грубо говоря, все отрицательные цели, негативные цели, они связаны именно с эмоциями. То есть, если человек движим не расчетом, да, если человек движим не, как бы, как бы, ну, не анализом, если человек движим не четко поставленной целью чего-то добиться, например, чего-то достичь, например, да, ага, если человек движим именно с целью, вот, что-то компенсировать, ну, в себе и так далее, да, что-то там, может быть, поправить, что-то, может быть, исправить, что-то изменить, вот, такое действует, как бы, компенсаторный механизм, то в этом случае, конечно, можно говорить о том, что это антицель, потому что, ну, вот, сами попробуйте подумать, да, для чего люди устраиваются на работу. Да, вот, просто зачем? Зачем? Чтобы, чтобы что? Ну, чтобы работать. Чтобы работать, чтобы, там, зарабатывать деньги, да, чтобы как-то реализовываться. А для чего человек, в данном случае, на работу устраивается, ну, или хочет устроиться, да, для чего? Чтобы, чтобы реализовать какие-то свои чувства. То есть, работа для него – это всего лишь средство. И мы с вами, в принципе, я думаю, можем уже предсказать, да, я бы даже сказал, предположить, что такой человек будет, ну, куда менее эффективно работать, да, чем, например, ну, любой другой. Почему? Да, потому что он же преследует свои цели, он же не преследует цель работать. Правильно. Ну, вот. Если он не преследует всех целей работать, то и работать все будет хуже. Вот. То есть, понятно, я надеюсь, да, что негативные цели – это все цели, продиктованные эмоциями и желаниями, потребностями. Вот. То есть, это не нужно путать, например, с желанием работать или с потребностью работать. Эти вещи тут не надо. Немножко другое. Я говорю именно о конкретных бонусных, так скажем, эмоциях. Я говорю о конкретных негативных переживаниях, которые могут человека заставлять делать те или иные вещи. Да? То есть, например, вот, человек обижен, допустим, на кого-то или на что-то. Вот. И он, этот человек, пытается это как-то компенсировать. Да? То есть, вот, через работу, да, через, там, если я не знаю, через доказательства, может быть, кому-то чего-то, кому-то что-то. Вот. Понимаете? И это, в итоге, конечно, ни всего хорошего не ведет. Это, это понятно, я надеюсь. Вот. Ну, а если говорить о более, скажем так, приземленных, да, каких-то вариантах целей, о более приземленных вариантах, то, на мой взгляд, здесь правильнее будет сказать различные деструктивные установки. Например, ну, вот, как нам сказал мой коллега, да, что надо разрушить коллектив, допустим, и внутри, вот, такая вот, ну, такая установка может быть у человека. Ну, может быть, и другая установка. Например, я устрою на работу и, допустим, уничтожу репутацию, скажем, да, вот, уничтожу репутацию данного коллектива. Уничтожу репутацию данного коллектива. Уничтожу репутацию данного направления. Вот. Это можно ли, например, вот, считать такую направленность в негативные цели? Это, опять же, нужно понимать, что любая оценка целей как таковых сугубо индивидуальна. То есть для кого-то она может быть позитивной, для кого-то она может быть негативной. Вот. Поэтому мне представляется, что ваш запрос, да, ваш запрос, он, ну, мне представляется немножечко некорректным. Потому что все-таки исходить нужно из того, что в данном, например, в данном конкретном обществе, в данном конкретном социальном слое, среде, структуре, вот, считается негативным. И вот уже исходя из этого, как бы делать вывод. Потому что, например, человек пришел, допустим, с целью там, ну, я не знаю, с целью, например, разрушить коллектив. Допустим. Да? Вот. А ничего у него не получилось. Коллектив он не разрушил. Да? Вот. Почему? А потому что, как бы это то, чего хотели как раз, там, другие люди, например. Понимаете? И поэтому этого человека и взяли вообще на работу. Специально для того, чтобы он этот коллектив, например, разрушил. Или там направление разрушил, да, или что-то еще сделал. Поэтому именно противоположность целей, то есть их, ну, как бы, противодействующая, противоборствующая позиция, определяется каждый раз, на мой взгляд, индивидуально. И именно так, только в индивидуальном порядке, анализируя поведение каждого человека в каждой конкретной среде и в каждой конкретной ситуации, можно делать выводы о том, вообще, является ли это чем-то, ну, негативным, да, или нет. Вот. Надеюсь, что мою мысль вы услышали и не будете считать, значит, ну, торопиться, торопиться, скажем так, торопиться называть негативными или положительными чертами или целями, да, на ту или иную постановку задачи. До, до ее детального анализа. До детального анализа задачи. Так. Так. Потому что, ну, есть риск и, на мой взгляд, серьезный риск ошибки. И если мы этого не хотим, то, соответственно, думает мне, что правильнее будет мне спешить. Вот. Также я хотел бы вам задать вопрос относительно того, зачем лично вам, как бы, ну, вот данный запрос, для чего он вам, чего вы хотите с его помощью, ну, с помощью ответов, точнее, на вопросы получить. Ну, вот, я полагаю, полагаю, что если бы вы нам рассказали бы это, то было бы немножечко легче и, безусловно, проще вам ответить. Ну, просто вот, просто потому что, да, просто потому что, вопрос не такой, сильно, слишком общий. На этом все, я желаю вам разрешить все ваши противоречия, я желаю вам, чтобы ответы на свои вопросы вы получили. Я желаю, чтобы то, что вы хотели узнать, вот, чтобы то, что вы хотели узнать, вы все-таки узнали бы. Вот. И, соответственно, старайтесь не забывать, что если у вас, например, вдруг имеется вот эта вот противоположность, дуализм целей, да, вот, то ничего страшного, он есть у многих. Относиться к этому я рекомендую вам спокойно, вот. Просто, ну, не знаю, анализировать почему. То есть, по какой причине для вас, именно для вас это стало возможным. Вот. Если это проанализировать, то я полагаю, что многие вещи станут куда более понятными, простыми и так далее. Но для этого нужна работа, для этого нужна работа. Работа именно над собой, конечно же. Вот. Если вы не готовы, то можно будет ее провести. На этом еще раз все. Надеюсь, что мой ответ вам помог. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...